Добрый вечер! Мой доклад посвящен содержанию взаимодоносых черепах и ошибок в их содержании. В общем-то, черепаха, которая достаточно давно, можно сказать, живет в аквариумах как в зоопарках, так и у частных мудилей терапии, их очень часто привозят из-за границы, с фермы, постоянно поставляя их в зоомагазины. Однако, несмотря на то, что плюс-минус можно назвать это массовым мидом, содержание его максимально, конечно, оставляет живать лучшего. Это очень часто базируется на крайне устарелых методиках содержания как черепах в целом, так и многих рептилий. То есть, мы все помним, что многие почему-то всегда думают, что средназиатские черепашки должны жить в коробочке под кроватью. То же самое, на самом деле, относится и к звеноносым черепахам, к сожалению. Черепаха ведет полностью водный образ жизни и за счет чего, кстати, многие аквариумисты считают это своим объектом. И за счет чего тоже огромное количество ошибок в содержании сразу же начинают накапливаться. Причем аквариумисты совершенно точно уверены, что это их объект. Они точно знают, как его содержать. Видимо, за счет того, что узнают такие страшные слова, как BH и GH. Поэтому, в общем, просто несколько черепах, которые мы в свое время буквально спасали от таких горе-аквариумистов, были абсолютно уверены, что они все делают абсолютно правильно. У черепах все хорошо с содержанием, но вот что-то пошло не то. Интересно же что. Вообще сами звеноносые черепахи сейчас являются единственным представителем семейства двухкагодных черепах, расцвет которых, в принципе, пришелся на палеогены, которые в свое время обитали практически на всех континентах нашей планеты. Это и Евразия, большая часть в Европе, это и Северная Америка, и Центральная Америка. Но сейчас они остались буквально на паре клочков своего ареала. Это Север Австралии и Новая Гвинея. И, кстати, собственно, все поставки во все дальнейшие зоопагазины, они идут из Австралии, это сделать крайне сложно, в принципе. Питают они, в общем-то, только вдоль рек. Здесь красными точками показаны совершенно конкретные находки, где они есть, где их ловят, где они есть по литературным данным. Зеленым окрашен примерный ареал, где они еще теоретически могут быть распространены. Часто они заходят в Австралии, это у вас границы рек и, собственно, океана, там, где уже вода подсоленная. То есть они прекрасно переносят чуть-чуть подсоленную воду. В этом, кстати, есть смысл, в общем-то, о котором я чуть дальше тоже расскажу. Живут они именно на таких реках, у которых, как правило, есть известняковая основа. То есть это не иллистые какие-то такие заболоченные места. То есть они их вообще, в принципе, не интересуют. Это не какие-то очень кислые тоже запруженные зоны. Потому что существует какое-то очень странное мнение, что вот эта черепашка, она вот там в пангорах где-то плавает. В общем, там вода кислая. Значит, надо делать так. Нет. Так делать не надо. Сама черепаха вообще достаточно крупная. То есть размер у нее до 56 сантиметров. Вес около 20 килограмм. В неволе очень редко встречаются особи больше 35 сантиметров. Но я думаю, здесь есть такой тонкий момент, что, как правило, до этих размеров они нечасто доживают. Единственную взрослую свиноносную черепаху я видела один раз в жизни только в зоопарке Таиланда. То есть это была действительно полметра черепахи. Она огромная, совершенно потрясающая животная. В наших зоопарках это обычно, как правило, сантиметров 30 на максимум. Дальше существует неизвестно, так как все-таки черепашки достаточно долго живущие. И, как правило, они переживают огромное количество гиберов, которые, собственно, их встречают на своем жизненном пути. У этих черепах очень слабо выраженный половой антиморфизм, который вообще плюс-минус самого от самца можно определить примерно в возрасте 10 лет. И при этом надо понимать, что эти признаки, они очень такие примерные. То есть, да, самцы легче, там примерно на 25 процентов, чем самки. Опять же, мы сравниваем черепах одного возраста. То есть, если мы знаем, что у нас черепахи конкретно одного возраста. То есть, если мы взяли черепашку из одного места и из другого, они плюс-минус одинаковые. Но это не говорит о том, что они одинакового возраста. Эти черепахи очень медленно растут. Очень, в принципе. И поэтому возраст там тоже может просто несколько лет быть большой разницей. Да, еще грязь всегда у нас зависит от условий, в которых черепаха жила. То есть, если жила на достаточно скутных условиях и росла плохо, то тут тоже не определить. Поэтому эти признаки работают только, когда у нас есть точная установленная группа одного возраста, выращенная буквально, да, там с малышей. И поэтому можно более-менее как-то достоверно, собственно, установить. Здесь, собственно, картинка, да, показана, что... Здесь вот у нас как раз самочка, здесь самец. У самцов более длинные хвосты. Ну, как правило, для многих водных черепах характерно. У самочек хвостик короткий. Также самцы, они более плоские сами по себе. У самок такой достаточно поднятый панцирь. Есть еще такой уже больше умозрительный факт, что у самцов более активная жизненная позиция. Они всегда плавают, они прям всегда раздят аквариумы. Очень активны. При этом самки, они, как правило, днем лежат там на дне, например, спокойненькие. Один раз подплывут куда-нибудь, подплывут обратно. Собственно, у нас живет примерно пара. То есть по таким плюс-минус признакам они очень похожи на пару. И поведение действительно крайне сильно разнится. То есть прям небо и земля. По содержанию. То есть температура воды у нас обязательно теплая. Это очень теплые черепахи. Они плохо переносят более низкие температуры. Сразу максимально у них уменьшается активность. И начинаются всевозможные проблемы. Начиная от болезни и, собственно, отказов от еды. И, в общем-то, прочие системные проблемы, которые на фоне еды начинают возникать. PH у них 8,3. Это щелочное. То есть в кислой воде их держать нельзя. По старому стати, к сожалению, литоникам в некоторых зоопарках и участных любителей очень любят именно подкислять воду этим черепахом. Что как раз таки делать нельзя. Если вы посмотрите на жесткость, в которой они живут. Это очень жесткая вода. Это вода, в которой как раз таки очень плохо любят развиваться какие-нибудь грибковые агенты. Которые у них провоцируют систему кожной язвы и болезни. Которые потом тяжело очень прицепы лечить. И поэтому вода должна быть очень жесткая. По грунтам. То есть ни в коем случае нельзя их садить на камни, на гальку. Так как черепаха у нас полностью покрыта мягкой кожей, все острые края, которые будут на той же гальке, доставляют ему большое количество всевозможных микротравм, на которых потом благоприятно садится всевозможная фауна, которая живет в воде. И опять мы получаем большие проблемы с здоровьем. И потом очень долго идут на это нечем. Поэтому с водой и грунтом здесь тоже очень сильно... В основном, как бы, чаще всего, конечно, проблемы это именно эти. И, собственно, да, один из таких... Это практически как профилактика. Но она и в рамках содержания. То есть это подсаливание воды хотя бы раз в квантал. Потому что, да, черепахи, например, да, я уже говорил ранее, они заходят в стуарьи, заходят как раз-таки в подсоленные водоемы, где, в общем-то, явно им это для здоровья неплохо, в общем-то, помогает. Подмена воды раз в неделю, но это такой классический аквариум уже, обязательно наличие внешнего большого биофильтра. Просто без него совершенно никак. То есть никакие механические комбы, которые ставят в небольшие квариумы. Черепахи вообще, в принципе, любят очень им интересоваться. И, так как они достаточно любопытные, оторвут, отгрызут и потом еще более... То есть черепахи, пораженные током от того, когда они перенесли провод от комбы, такие случаи были. Ну, минимальный объем для малышей — это от 150 литров. У нас некоторые экиперы взрослых черепах в таких объемах содержат. И поэтому с возрастом этот объем только должен увеличиваться. И черепашки, которые уже размером 20-25 сантиметров, а объем аквариума — это 2000 литров, 3000 литров. То есть, и так как надо еще так же понимать на тот момент, все, думаю, знают о морских черепахах, этих совершенно прекрасных животных, которые там бороздят в океанариумах, они живут в огромнейших танках. Если кто не знает, танк на языке аквариумистов — это просто очень-очень большой аквариум, гигантский буквально. Вот, называется танк. И, собственно, по аналогии с этим свиноносые черепахи имеют одинаковый стиль плавания с морскими черепахами. То есть, морских черепах почему-то никто не содержит в аквариумах, там, на литров 500, а вот почему-то свиноносых можно. То есть, при этом движения, которые черепахи совершают, они аналогичные, и они должны именно плавать в очень больших объемах. То есть, им это помогает, собственно, и разрабатывать конечности, и другие. То есть, например, одна черепаха, которую мы как раз вот в прошлом году забирали, она, например, неделю вообще не могла даже подниматься без помощи карабканье по скалам, чтобы вздохнуть воздухом или взять какую-нибудь гигитой, потому что она жила в достаточно крайне скромных условиях, где, в общем-то, ей такой необходимости вообще никогда не надо было делать. То есть, она буквально карабкалась по скалам, потому что конечности очень плохо разработаны, и она как-то вот так старалась. Сейчас уже совершенно прекрасно себя чувствует, плавает совершенно великолепно, поэтому для таких черепах большие объемы это очень важно, и, к сожалению, в домашних аквариумах не каждый человек готов складываться в аквариум такого размера, за счет чего, собственно, данный вид черепах не рекомендуется для содержания как первая черепаха вообще просто, и даже для каких-то мули-миниев продвинутых, там, тавериумистов в счет того, что эти черепахи набуждаются в очень больших объемах, и поэтому, опять же, я обычно как бы никогда не выступаю против там снижания вообще, в принципе, любых рептилий в какой-то роли, не добитых дома, но, к сожалению, есть такие группы животных, которых действительно нельзя содержать в рамках домашнего террариума или аквариума, и это не потому, что они как-то плохо будут в нем жить или еще что-то в этом роде. Надо понимать, что все свиноносые черепахи, которые приезжают к нам с ферм, это не разводные черепахи, их не разводят в рамках неволи, да, то есть обычно, я всегда приветствую содержание рептилий, которые в полном цикле могут размножаться в домашних условиях зоопарков, сколько там в наших условиях, но к этим черепахам это не относится, то есть условия для размножения могут сделать именно действительно большие зоопарки и океанариумы, но, опять же, даже сколько бы не был большой зоопарк, это передает предмет московскому зоопарку, которого свинонос посидит в тысячах литрах, грузинка плавая с цихлитками и радужницами, поэтому тут именно имеет подход к содержанию такого достаточно уникального вида. По кормлению, то, что обычно тоже часто игнорируется, соотношение животного и растительного корма у них идет один к двум, либо три к пяти, то есть плюс-минус оно одинаково получается, для многих аквариумистов, которые, как всегда, считают своим объектом, любят кормить их гранулками для черепашек. Черепахи очень активно едят, как именно должны есть фрукты. Обычно для черепах это не самая полезная еда, но в плане свиноносок это достаточно большое исключение. И также корма растительного происхождения, за счет чего очень многие, ой, животного происхождения, извиняюсь, за счет чего для многих аквариумистов, опять же, которые заводят свиноносок черепаху в так называемом псевдоморе, помещают туда каких-нибудь цихлиток и совиков, потом каждый раз удивляются, ой, а черепашка же растительная, я кормлю ее травяными гранулками. Почему она кушает моих рыбок? Куда рыбки деваются? Нет, черепашка очень активная, и она прекрасно ест корма животного происхождения, более того, с возрастом, то есть у них еще есть возрастной аспект, да, молодые черепашки еще более активно едят корма животного происхождения, а в таких аквариумах, как правило, сидят маленькие черепашки. Я думаю, кстати, даже многие видели там очаровательное видео, когда свиноносочка держится за хвостик с катикой, и они так вместе радостно прям плавают по аквариуму. Нет, черепашка хотела скушать вашего с катикой, а не покататься на нем. Вот, поэтому с кормлением еда должна быть максимально разнообразна. Это один из самых зацикливаемых черепах на одном каком-нибудь кормовом объекте. То есть мыло-черепах у нас уже, в принципе, певелей, например, от наших к нормальному кормлению, но предыдущий хозяин думал, что кормить ее только одной размороженной с крючковой посолью и креветками – это хорошая идея. И при этом он сказал, что ничего кроме этого она, в принципе, не ест. Ну, месяц мы немножечко пободались, и сейчас она ест совершенно все положенные фрукты, овощи. И с кальмаром пока у нас как-то не задалось, как-то прямо на римовой тонкости. Но на самом деле это ерунда, потому что друг с другими кормами совершенно прекрасно не существует. И, кстати, да, насчет содержания совместного с рыбами. Этих черепах ни в коем случае нельзя содержать с рыбами, которые у нас работают чистильщиками. Да, это всевозможные сомы и прочие. Потому что помимо чистых аквариум, они занимаются чистыми черепахами, соскребая, собственно, там тоже всякие то, что падает, и, в общем-то, также нанося травмы мягким покровам черепах. Поэтому с такими видами рыбы их совершенно запрещено содержать. И к чему хорошему это не приведет. Размножение. Собственно, да, как я говорила уже ранее, эти черепахи не разводятся в любой. Есть только два случая, когда были полученные детишки. Кстати, после этого случая больше мы вообще не слышали ничего о размножении данного вида. То есть это был у нас зоопор Громкса и зоологический сад именинга в Шкуберте. То есть именно это как-то вот всё. Маловозрелость, как всегда, у многих черепах она достаточно долгая. То есть у самок это 18 лет, у самцов 16 лет. Но обычно это такой самый минимальный порог, потому что, да, у тех же змей, мы там знаем, например, вот у этих там змей, у них половозрелость так-то в природе выступает в три года, где мои дети. В итоге приходится очень долго всё равно ожидать, ещё плюсом накидывать 2-3 года, потому что это зависит, ну, всегда и индивидуальная изменчивость может быть, или не каждое животное захочет размножаться в том возрасте, в котором, вы знаете, предписали это. Хотя понятно, что предписывать это просто не на каком-то голом моменте, то есть это нормальное исследование, это вскрытие, которое показывает созревшиеся пенюки и тому прочее. Беременность у них длится пару месяцев, откладка в конце сухого сезона, в конце сухого сезона, потому что вылупление происходит в конце у нас мокрого сезона, и этот мокрый, да, влажный сезон имеет крайне важное значение в вылуплении этих черепах, потому что черепашки, когда они уже созрели, находятся в яйцах, они не будут вылупляться. То есть это... То есть у нас такая тут система, что в конце сухого сезона черепашки выходят на отмель, сделали кладку, и когда наступает уже полуводие, когда сезон дождей, тогда черепашки вылупятся, когда их яйца затопит. То есть обычно у рептилий, да, затопление яйца в яиц это... Ну, в общем-то, это смерть. Для свиноносых черепах это тоже, ну, такое огромное исключение, то есть обязательно надо, чтобы эти яйца затопило, иначе черепашки не вылупляются. А также еще на вылупления черепах этих зависит резкое падение давления, но это не наше такое, знаете, резкое падение давления, когда у нас сразу все за голову хватаются, лежат на кроватке, ой, давление что-то сегодня такое низкое. Это не то давление совершенно. Это давление, которое сигнализирует наступление шторма. То есть это несколько совсем другие цифры, и поэтому только такое давление может именно провоцировать вылупление свиноносных черепах. Собственно, кладки в ней достаточно скромные, то есть 7-12 яиц, максимум, да, 39, ну, даже в морских черепах как-то покрупнее, но ничего, как-то еще справляются. Температура инкубации зависит на полную будущих черепашек. 32 – это когда у нас унисекс вылупляется, да, так называемые более низкие температуры. Это самцы и более высокие – это самочки. дай. Ну и немножечко поныть. Собственно, в 2005 году черепахи были внесены во второе приложение CTS, статус в Международном союзе охраны природы, и это в ИЮ находится в узнем положении, но не то, чтобы это как-то очень сильно влияет на, собственно, вообще охрану этих как-то черепах или на уменьшение, в принципе, да, их экспорта для содержания в домашних аквариумах. Собственно, черепах эти имеют огромное экономическое значение для всей долгой винеи, для всех местных племен, которые там живут. То есть это практически уже одна из основных столбов для экономики этих племен. И вот если в 80-х годах они промышляли просто продажи яиц на местных рынках, собственно, да, как еду использовали, то в 90-х годах они поняли, что продавать яйца друг другу – это как-то не очень экономически выгодно, а если из них выращивать черепашоты, продавать за мугор – это вполне себе неплохо. Собственно, чем они и занимаются с тех самых времен. То есть вот так вот там выглядят у нас сборы яиц, то есть этих яиц там несколько рядов, то есть сверху – это просто один из верхних рядов, там их может быть и 5 рядов, и 6 рядов этих яиц. Так вот ходят, собирают обычно по всем местам, которые, не знаю, местные прекрасно знают, где гнездятся эти черепахи, потому что свиноноски, опять же, да, по аналогии с морскими черепахами, у них стереотипное поведение, они прекрасно запоминают, где они вылупились и приходят только туда. Чем и пользуются местное население, прекрасно их уже поджидая там, в общем, создавая вот такие вот ямы, куда огромное количество самок заваливается, поджидают их, собственно, понятно, не знают, в какое время они все выходят, ждут их там уже с копьями, с лесками, рыбалочка у них, в общем, такая происходит, поэтому так вот все у них грустненько и печальненько. Основной рынок, кстати, даже не сколько России, сколько азиатские страны, они какой-то прям супер популярностью пользуются в Китае и в Евгении, то есть туда, например, экспорта гораздо больше идет, чем в нашу Россию, то есть у нас это так небольшие оголосочки возможностей. То есть, в принципе, изначальная цена, например, в том же Сингапуне, в Таиланде там порядка 80 долларов, а приезжают, например, в те же Штаты и там уже полторы тысячи долларов, две тысячи долларов уже за них там накапливается. Вот такие вот фотографии существуют, да, это у нас люцист, когда у нас, да, когда у нас белый, белый цвет, черный глаз, называется люцист. Так называемый глаз, да, стеклянная черепашка может ввести в небольшое заблуждение, да, что когда обычно мы видим нечто, да, селекционное как будто, да, морфное, мы думаем, о, ну какой-то местный молодец, видимо, разводит, значит, все у них хорошо, значит, эти черепах нормально можно содержать и разводить. А нет, это тоже все исключительно природные особи, местные жители знают, где эти черепашки тоже появляются, где они углубляются, точно так же их там оттуда вылавливают и, собственно, потом точно так же перепродают. И, в общем, стоят они уже чуть побольше на местном рынке, чем те же там 80 долларов, там где-то порядка полутора тысяч долларов, но это только вот в Азии, то есть если там доедет до каких-нибудь Штатов, будет там еще больше с ними стоить. Вот, поэтому такая вот грустная, печальная черепашка. Бывает, конечно, не все так плохо, есть худо-бедно работают еще некоторые программы по выпуску, по вылову. Вот тут местные, собственно, вагвининцы, когда они пытаются их продать куда-нибудь, они просто выпускают местные водоемы. В общем, всем спасибо за ту поездку. Если есть вопросы, можно таких видеть, да? Да, они поедают съедобные некоторые растения вполне, то есть то, что, как всегда, не ядовито, потому что, например, если взять тот же стендапзус, который совершенно прекрасно чувствует себя в аквариуме, там из-за большего количества оксалата кальция, конечно, нельзя. Поэтому исключительно такие всякие съедобные, там типа ладеи, роголесники, такое вот, то есть все очень лайтовое. Ну, если вопросов нет, всем спасибо за внимание. И поеду.